Всем, короче, привет, пацан Треа. Значит, первое, я только проснулся. На-на этом всё. Второе, у меня появился комплекс. Я не знал, что я так выгляжу сзади. Я знал то, что у меня жирная жопа, но я-я посмотрел нарезку на канале Саски обрыжки, и вот это вот, это что за хуйня у меня вот, то есть, непосредственно сзади с боков, блядь, я охуел. Сейчас я вам покажу, где мне не понравилось. Мне вообще не понравилось. Во-во, вот здесь вот меня Игорь снимает сзади. Сейчас. Вот, вот это, что за хуйня? Вот это вот, ты что, блядь, вот это вот, и вот это, ну, и пиздец, блядь, какой-то. Вот это некрасиво. Мужское пузико, оно прекрасно, оно показывает, что ты самый достаточный молодой человек, но вот это, если это не мышцы, это не мышцы, то это, ну, пиздец. Не, на самом деле, я просто боюсь наводнений, я боюсь плавать, я всегда с собой спасательный круг, знаешь. А, кстати, крыски открыли глазки свои. Я сегодня, мы приехали, первое, что мы делаем, это берем крысу, вот. А крысенок, видимо, после того, как открыл глаза, понимает, что его трогает не мамка. Вот, и я его вот так вот держу, и он мне как бустанул с руки, короче, упал нахуй на землю. Ну, ему ничего не было, он какой-то имбол. Вот и вся история. Не, ну, нормально, они там вырастают, они уже такие нормальные, бодрые, уже шерстью покрылись, глаза открылись у них. Я не знаю через сколько, но скоро мы их будем раздавать, короче, уже. Вот, жалко, конечно, я не снимал, как крысенок полетел, потому что он такой чистый. Ну, вот, представь, если ты в носок засунешь просто вату, вот, вот, это вот, это крысенок получится. Ну, только уменьшить этот носок. Ну, вот, что реально происходит? Мы собираемся, начинаем туда ехать, значит, сели в поезд. Это был один из самых... Нет, это был, наверное, самый смешной день в моей жизни за последний год точно. А может быть, еще и больше. Было так смешно, это пиздос. У нас были шуточки, ну, Игорь, на самом деле, самый смешной человек, вот, я вам могу рассказать такой секретик, то, что, наверное, ну, сколько бы вы его не смотрели, вы, вот, истинного Игоря не познаете. Для этого надо с ним учиться с первого курса в универе, чтобы выкупать, блядь, что он говорит, вот. Ну, нам было очень смешно, вот, я вам могу рассказать, как на меня в первый раз обиделась Соня. Соня обижалась на меня в течение всей поездки, вот, но нам стало скучно Игорем, и я с Игорем, и я предлагаю, говорю, давайте вы, девочки, будете рассказывать истории, а мы будем с Игорем предугадывать концовку. Ну, типа, что было дальше? Соня говорит, о, давай, и начинает рассказывать истории, я говорю, иди нахуй! Ну, типа, блядь, ну, потому что, что было дальше, ну, так, так и происходит всегда, типа, чел только начинает говорить, нахуй, ты пидор! Вот, и я думал, ну, типа, ну, все же поняли, что это, что было дальше, да? Посылаю Соню нахуй, она обижается. Я говорю, ну, Соня, это типа шоу, это такое шоу. Ну, короче, блядь, я загринжился жестко, но нормально. Но в итоге мы не сыграли, конечно, в что было дальше, очень жалко. Вот, мы еще какой-то херней занимались. Самое интересное началось, когда Игорь захотел спать. Вот, не-не-не, мы сначала начали делить полки. Игорь, я говорю, я буду спать внизу, типа, это сто процентов, я наверх залезать не буду. Вот, а Мира говорит, я тоже люблю спать внизу. Игорь говорит, блин, вы друг на друга будете смотреть, когда будете спать. Блядь, Соня наверху, Игорь наверху, я внизу, Мира внизу. Мира просит Игоря спуститься, чтоб он с ней полежал. Это было самое смешное. Я смеялся настолько, что у меня аж голова болела. Вот серьезно, блядь, ну, у меня аж больно было. Еще некоторое время после того, как я перестал сменяться. Мира просит Игоря спуститься, чтобы Игорь просто с ней полежал. Потом в какой-то момент... Не-не-не, в самого начала мы уже почти начали засыпать. Все уже заснули. Мира, Мире захотелось покакать. Но ей было страшно. Она позвала Игоря. Пока Игорь с Мирой выходили, они тем самым разбудили Соню. Соня спустилась ко мне, со мной полежать. Вот. Они заходят, Игорь залазит к себе, Мира ложится. Мира говорит, ааа, они лежат вместе, а ты со мной не лежишь. А Игорь говорит, я спать хочу, отъебись. Блин, Игорь, полежи со мной, или я обижусь. В итоге она, короче, успела на него обидеться. Успела с ним не разговаривать за то, что он спустился. Вот. А мы с Соней лежим и подстрекаем. Специально говорим, типа, ой, Сонечка, как удобно с тобой вместе лежать. Ммм, а самим, блядь, в этом вагоне, ёбаном, так жарко, сука. Мы настолько потные, мы так друг к другу прилипали. Это просто пиздец. Но лежим, терпим, лишь бы, ну, спровоцировать Игоря или Миру на какую-нибудь хуйню. В итоге Игоря вынудили спуститься. Вот. Соня спрашивает, ну и что, мы так с тобой долго будем лежать? И говорю, ну надо подлежать, чтобы они сами поняли то, что, блядь, они сейчас потеют, и им будет очень жарко. Вот. В итоге Соня поднялась, Игорь полежал. Игорь очень смешно спрашивал. Можно я поднимусь обратно? Нет, Игорь! Ну, это было всё забавно. Но, к сожалению, вы-то, может быть, смеётесь в чате, но вам до конца этого не понять. С ними надо общаться для того, чтобы осознавать, блядь, насколько это смешно. Ну, короче, было очень смешно. Вот. При этом, Сонечка, моя любовь, моя самая главная женщина в жизни, мне, представляете, я даже не знал, она мне взяла в контейнеры, положила дозы еды, чтобы я по диете питался, и на контейнерах написал ещё каждой дозе, сколько надо редисочек покушать, сколько огурчиков. Мне ничего вообще не пришлось делать. Вот я брал контейнер, начинал его жрать, так удобно. Вот. Я написал диетологу, говорю, здравствуйте, я уехал, у меня особо возможности по громовкам нету питаться, но моя Сонечка, она мне приготовила вот так вот всё в контейнерах. И диетолог говорит, женись на ней, блядь, пока не поздно. Я понял. Значит так, короче, мы приехали, и оказывается, мы сняли квартиру на четверых, да, на две семьи, считаете, двухкомнатную квартиру. Охуеть, кстати, не так уж и дорого. Ну, может быть, я совру, я не уверен, но, по-моему, шесть тысяч рублей на четверых у нас получилось за два дня. Я, ну, довольно дёшево, реально. Причём, ну, вы могли там либо в видосах, либо в историях увидеть, ну, там и ремонт нормальный, в принципе, был. Короче, красиво. Ну, вот. Ну, короче, рассказываю. Мы приезжаем, дело в том, что Соня с Мирой занимались бронированием хаты. Они ей в первый раз позвонили и говорят, мы рано утром приезжаем. Она говорит, да-да-да, я постараюсь, блядь, вас заселить рано утром. В итоге, когда мы приехали, говорим, алё-алё, она говорит, слушайте, до двух погуляйте. Ебать, ты охуела, тварь, пиздец, блядь. Да какое нахуй до двух погуляйте? Ну, типа, мы приехали в шесть утра. Мы реально хотим спать, потому что мы практически не спали из-за того, что... Игорь, полежи со мной! Чё мы должны делать? В итоге мы изначально, ну, решили, ну, ладно. Типа, пойдём погуляем. Значит, первым делом мы поехали к Сонечке домой для того, чтобы оставить вещи наши все у Сони. Вот, стоим. Я говорю, Соня, может быть, я сумки тоже на себя натяну и тебе домой занесу сумки? А Соня говорит, ха-ха, нет, я не хочу, чтобы ты заходил. Я сейчас буду таскать по три сумки на себе, а ты просто будешь стоять снаружи. А потом выйдет моя бабушка и моя мама, и будут тебя обсирать, что ты уёбок, мне не помог. Охуенная идея! Я думаю, охуенная идея, заебись. Пока Соня таскала это всё. Так и произошло. Выходит бабушка. Выходит мама. Потом они куда-то провожали сестру. Выходит сестра. Я говорю, здрасте. Бабушка меня ни разу не видела. Она говорит, ааа, значит, ты Кирюша, да? Я говорю, дааа. А я ещё вот в этих вот очках. Вот, которые открываются. Кринжовых. Да, 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 спасибо, соскабрышка. Вот, ну, короче, всё, занесли. Всё, я там сказал здравствуйте. Обнялся с бабушкой, обнялся с мамой. Вот, ну, короче, ну, нормаааа. Сапсан, да, да. Ну, собственно, нормааааа. И мы пошли просто гулять. Мы пошли на озеро. Пошли, я, во-первых, ну, говорю, что у меня ни разу не было клещей. И, ну, повезло то, что тоже ни разу не было клещей до этого. Искус Господь, спаси, пожалуйста, от клещей. Значит, рассказываю. Мы пошли, блядь. Я сейчас найду видео. Если это видео выложили. Это первое моё унижение. Значит, там текла какая-то река. Они все худые твари, блядь, перелезли. И я должен был по этому ебучему мостику. Я жиропотам, блядь. Должен... Ну, вам плохо, может быть, будет видно. Но он, ёпта, трясся, блядь. Я... А, не, ну, достаточно видно, как он, блядь, подо мной прогинается. Вот. Они говорили, типа, да, переходи, ты, типа, ничего нихуя страшного, блядь. Ну, и в итоге я обосрался. Дыганка до нас доебалась. Ну, короче, мы погуляли. Было очень красиво. Чуть-чуть банально звучит. Но почему-то, блядь, в чужом двору трава зеленее. Реально. Ужас. Мы ехали туда. Игорь постоянно стримил. Сука, это просто пиздец, блядь. Так кринжово. Ну, поначалу. Потом я уже привык. Но так кринжово, то, что он постоянно стримит со своего телефона. В такси едет. 40 минут, блядь. Не затыкается. Я уже думаю, да ёбаный, блядь. Я не хочу это слышать. Надеваю наушники. Он вот так вот ко мне камеру говорит. Смотрите, смотрите, наушники надел. Типа, я не уважаю компанию. Да я охуел. Мы в итоге приезжаем. Соня говорит, вот гора. Я говорю, ну всё, забирайтесь. Я туда не пойду. Соня говорит, да пошли, Кирюша. Всё, хуйня. Я думал, что это до последнего шутки какие-то. То, что там есть какой-то нормальный путь. Вот. Для того, чтобы забраться на эту гору, блядь. Ну, кто не видел, сука. Ну, блядь. Ну, я не знаю, сколько это. Гора Бишкек. Или как она, блядь. Это ебучая гора. Ну, там иногда подъёмы. Ну, я не знаю. Ну, вот такие вот были. Вот так приходилось. Ну, градусов под 70. Ну, или хуй пойми сколько. Не, ладно. Ну, под 60, наверное, градусов. Блядь. Я просто охуел. Это были самые ужасные страдания. Блядь. В моей жизни. В особенности с моим плоскостопием. Я охуел. Ноги у меня болят до сих пор. Я так не потел. Никак. Не, ладно. Ну, очень давно я так не потел. Наверное, с тех пор, как я грузчиком, блядь, работал. Сука. С меня текла. Ну, потники прям градом с меня лились. Этот ёбаный Игорь идёт и снимает ещё меня. Прикалывается и думаю, блядь, это унизительно. Я страдаю нахуй. Больше я никогда в жизни никуда не поеду. Короче, я в тот момент начал проклинать нахуй всё, блядь. Ну, шо, в итоге я поднялся. Вот. Ну, короче, ладно. Неважно, подсантры. Мы забрались на эту гору. Вот, смотрите. Ну, такое с телефона не понять, как бы. В любом случае, я надеюсь, что... Ну, прикольно, но с телефона непонятно. Вот, и всё нормально. Я в итоге начинаю... Ну, я поднимаюсь. Я иду. Мне аж больно разговаривать. Ну, я не хочу разговаривать. У меня, ну, я делаю передышки каждые пять шагов. В итоге Соня говорит, Кирилл, ты где? Я иду тебя искать. Я тебя помогу. Сейчас я тебя буду в попу толкать. У меня уже пуканище взрывается. Короче, ну, я начал токсить, когда я поднялся. И, ну, я, во-первых, заснял видео, то, что этот вид не стоит того, чтобы... Не, ладно, ну, я потом расскажу. Ладно, ладно, я сейчас расскажу то, что я узнал потом. За 200, сука, рублей можно было по канатной, нахуй, дороге подняться, блядь. За 200 рублей, сука! Или час идти пешком в гору, блядь! Какого хуя я шёл? Надо было их высадить, блядь. Пусть идут, а я бы поехал бы на эту канатку, блядь. 200 рублей, сука! Ой, блядь! Я когда узнал эту цену, то, что... То есть 200 рублей стоит моё вот это пешее поднимание, нахуй. Ой, блядь, ещё с унижениями параллельными. Что в итоге? Ну, в итоге-то мы там посмотрели на эти виды. Соня на меня жёстко обиделась, потому что подумала, что мне охуенно понравится, а мне не понравилось. Вот, и она обиделась. Я думаю, охуеть! Жёстко! Вот, Соня сказал, что я ей всё настроение испортил, тем, что мне не понравилось взбираться час пешком в гору. Вот. Сука, у меня аллергия на горы. Я в детстве, когда я не был ещё жирным, меня мама повезла в Египет и говорит, мы сейчас будем подниматься на гору Мухаммеда в Египте. Кто поднимается на эту гору и встречает там рассвет, ему прощаются все грехи. Три часа, нахуй, в гору эту. Это просто туристическая забава, блядь. И я с тех пор понял, что ни в какую гору пешком я в жизни не пойду, блядь. Хоть там ступеньки, хоть там хоть чё. Больше я не намерен, реально. Ни в какие горы. Я не понимаю, в чём развлечение идти ходить пешком, когда человечество придумало вертолёт. Короче, были звоночки, я не знал, что мира паникёр жёсткий. Мира не летает в самолётах. Был влог у Игоря, когда мира летела на парашюте с Игорем. И у неё началась паническая атака. И, короче, у неё чуть не началась паническая атака из-за того, что мы просто начали разговаривать о том, что мы сейчас поедем по канатной дороге. Она говорит, пошли пешком вниз. Я думаю, охуительная идея. Я поднялся, чтобы спуститься. Ну, в итоге мы, короче, спустились по канатной дороге. Всё красиво. И поехали смотреть провал. Я очень расстроился. В детстве я видел этот провал. В детстве он у меня гораздо красивше и вообще по-другому выглядит. Но то, что он такой грязный, я просто охуел, блядь. Ну, я рад то, что там бесплатный вход. Ну, кто не сечёт, опять же, по камере ты этого нормально не увидишь. Но это чисто, ну, можно сказать, вулканчик такой. Но без лавы, а с водичкой. Чисто вот эта вот часть, тут была пещера, она провалилась. Охуительно. Это очень крутое место. Ну, и там, я не знаю, люди ходят иконы зачем-то целовать. Опять же, я не помню, чтобы в моём детстве там была икона. Ну, и чтобы так грязно там было, я тоже не помню. Не следят ни хуя вообще. Там так всё вроде цивилизованно оформлено, туристов до хуя ходят. Эти брелки везде всякие продают. Но при этом, ну, не могут починить ёбаный вот этот вот, ну, хотя бы почистить воду. Да, вот этот первый грязный слой снять. Вот эту чисто плёнку вонючую. Ну, вот. Но мне всё равно понравилось. Там меня подписочник узнал. Потом его мама попросила меня с ним сфоткаться. Вот, ну, нормально чисто. Я ему говорю, братуха, ты, если чё, подписывайся на меня в ВКонтакте и в Телеграме. Он говорит, да всё, уже готово. Я говорю, если чё, я буду сходку в пятигорске делать.